Музыка Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы с вами снова в Савёнке. Если мы нажмём на эту милую Саву, то мы увидим, что дела наши становятся всё лучше и лучше. У нас с вами уже две концовки полученных, причём хорошие концовки Лены. Называется всё как у людей. Неужели всё то, что было до этого, это никак не у людей? Это как у кого-нибудь ещё, но только не у человека, как у Савы, например. Да, на самом деле, вот можно, наверное, сделать какие-то выводы по истечению времени. Потому что, опять же, когда столько эмоций, когда что-то происходит неожиданное, тяжело собраться с мыслями и как-то хладнокровно обдумать эту ситуацию и подвести итоги. Да? Какую-то разумную мысль высказать. Ну вот, прошло две недели, я отдохнул от игры, отдохнул от Савёнка, это необходимо. И снова здесь. А не могу даже с вами поделиться какими-то новыми мыслями по поводу хорошей концовки с Лены, потому что она как осталась мне непонятной, так и до сих пор. Вот как была, так и осталась непонятной. Я не понял, как так произошло. Мы ехали, проснулись, потом вернулись куда-то, потом уехали снова из Савёнка, но не попали в реальность, а попали в реальность того времени. Это очень странная была концовка, но одновременно с темой интересная. Ну и вот недавно появилась информация, буквально пару дней назад, что, что-что-что, картинка, которую я видел в конце, то есть когда 40-летняя Лена обнимает 40-летнего Семёна, они сидят на кухне, такая идиллия семейная. Эта картинка не была в более старой версии Бесконечного Лета. Я так полагаю, что у меня всё-таки новая версия, потому что если бы у меня была старая, наверное, Стим бы её всё-таки взял и обновил, я так полагаю. Но вот, у меня была не та картинка. То есть люди писали в комментариях, те, которые проходили Бесконечное Лето раньше, что там была совсем другая картинка. Камин, ёлка, и вот знаете, такая домашняя, уютная атмосфера, вот предновогодняя, что ли, да? Вот именно уют такой. И как раз текст, который писался в тот момент, когда я видел эту картинку на кухне, он больше относился как раз к картинке вот с камином и с ёлочкой. И кроме того, там были спрайты Лены. Спрайты 40-летней Лены. То есть точно так же, как вот когда она была молодая. То у неё загадочная улыбка, то она улыбается, вот так уже более явно, то такой вопросительный взгляд. Ну, сами понимаете, да? Шесть штук спрайтов. И мы этого, к сожалению, с вами не увидели. Я не знаю, почему из более поздней версии решили это убрать, потому что всё-таки эта работа над спрайтами была проведена, это было интересно. Ну вот, в общем-то, убрали. Но я вам хотя бы рассказал про это на словах, если уж не смог показать так. Так, думаем, что делать дальше. Вы меня тоже спрашивали, какой рут ты будешь получать в дальнейшем, на какую концовку проходить. Я на самом деле так и не определился. Был хороший вариант по-быстренькому получить и плохую концовку с Леной, потому что хороший рут, он очень хрупкий. Буквально два неверных решения ты принимаешь, и уже ты вместо хорошей концовки Лены получаешь плохую концовку Лены. Но я вот сейчас перед записью пробовал и загружался в предыдущие дни, например, пятый. И там, 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 там уже нечего было сделать плохого с Леной. То есть единственное, что мы можем сделать с такого нехорошего, это помочь Алисе, когда Лена ее ударила. Вот. Но этого недостаточно. У нас с вами была попросту идеальная концовка, потому что мы на максимум получили баллов с Леной. Придется начинать все сначала. Конечно, смотрите, как здесь много слотов. Я мог бы наделать там кучу вот этих вот сохранений, чтобы сразу быстренько от них загружаться и получать новые концовки. Но мне лень. Я не хочу сохранять свои сохранения. Поэтому давайте-ка начнем сначала. И, в принципе, можно было бы, опять же, идти к плохой концовке с Леной. Или можно пойти в хорошую концовку с Алисой. Потому что сцены-то вот были как раз общие, да, достаточно такие. И мы могли бы просто добить все то, что уже видели. И получить оставшиеся концовки, прежде чем приступать за что-то кардинально новое. Там, Славя или же Ульяна, да. Но у меня есть еще одна идея. Это будет самое безумное, наверное, прохождение наше. Вот. Так, ну что, давайте-ка опускаем. Третий раз мы в Савенке. И третий раз мне опять приснился сон. Кстати, можно, в принципе, предположить, что будет, если мы останемся здесь. Короче, у нас сейчас с вами будет чисто рандомное прохождение. Я буду... Я не буду ни к одной из девушек проявлять какую-то особую симпатию. Я буду принимать решения, которые не принимал до этого. И просто посмотрим, к чему нас это приведет. Возможно, я получу концовку одиночества, потому что у меня просто хаос сейчас будет в нашем третьем прохождении. Вот. Ну, а после хаоса будем уже планомерно, наверное, приступать за все то оставшееся. Ну, вот, например, я во сне не принимаю идею идти в Савенок. Может быть, это действительно каким-то образом повлияет на концовку. Даже самое-самое первое решение еще перед тем, как мы попали в этот самый Савенок. Ну, хотя бы посмотрим, что будет. Каждый раз так сложно решить, что же ответить. Где я? Что я здесь делаю? Кто она такая? И почему от ответа на этот вопрос зависит так много в моей жизни? Пока не меняются сейчас диалоги? Или не зависят? Ведь это просто сон. Просто сон. Угу. Ну, на этом сон, в общем-то, заканчивается. Мы никуда не идем. Казалось бы, ни на что это не должно повлиять. Но почему бы нет? Если мы сразу же, даже в нашем сне, не примем Савенок, то мы приблизимся, наверное, более к реальности. А Савенок для нас так и останется иллюзией. Чисто вопрос восприятия, да? Ты готов окунуться в этот, в эту нереалистичность происходящего? Или же не готов? Вот это решение принимается вот как-то сразу. Так, слушайте. Имиджборда, это все, конечно, хорошо, но я пропущу все то, что уже наблюдал. И третий раз Семену предстоит ехать навстречу своих одногруппников. И 410-й автобус привозит его в лагерь Савенок. Ну, и сейчас мы сразу же встретим Славю. День Сурка. Так, ну, в принципе, можно в этот раз и ответить. Мы ей уже однажды не отвечали. Проявим симпатию. Может быть, вообще сейчас Гарем получим. Есть ведь еще и концовка Гаремная. Хе-хе-хе-хе. В принципе, можем мы даже, наверное, и пойти на рут одиночества. Не знаю. Давайте все-таки немножечко хаоса, немножечко безумия. За электроником я бежать... Дать побежим. Давайте-ка еще разочек побежим. Этот рут будет совсем коротеньким, поэтому, надеюсь, вы не успеете меня обругать за то, что я не иду ни на какую конкретную концовку. Мы с вами довольно быстренько все закончим, потому что новых сцен будет совсем мало. Вот сейчас мы решили отобрать котлету у Лианки. Так, теперь мы... Ну, давайте-ка снова, допустим, возьмем ключи. Когда мы перекусили со Славей, она была к нам добра, что решила нас угадать. Угостить. А вот теперь мы будем с вами добивать варианты, которые мы еще не видели. Мы не будем хвалить книгу и впервые за два прохождения мы не будем проявлять симпатию к Лене. Это будет уже действительно что-то новое. Господи, Лена, кто же ты такая? Я так тебя и не понял. Правда, я не читал, но ей, кажется, такая литература вполне подходит. Лена, похоже, не собиралась продолжать разговор. Ну, если я тебе мешаю... Нет. А, это мы все читали уже. Мы просто сейчас не добавили баллов в копилочку, потому что не похвалили книгу. Ну, и вот довольно быстро кончается первый день и Семет обнаруживает, кто он такой стал. Я вот думаю, что еще с картами поступить. Как? Это мы сейчас будем обходной лист, да? Все, я уже все помню практически наизусть. Да-да-да, друзья. Я понимаю, что второй рут тоже у нас получился довольно-таки длинным, да? Десять серий целых. Хотя, вроде бы, было настолько много сцен, которые мы уже видели. Но сейчас все дальше и дальше. Будем продвигаться. И, наверное, последние концовки мы с вами будем получать вообще за 3-4 серии. Посмотрим. Ну вот, пошли за картами. Так, ну... А давайте пойдем за картами со слави, чтобы мы даже себе уменьшили шанс получить рут одиночества. То есть, полный хаос. Я буду одновременно стремиться ко всем рутам и не приду ни к одному. Посмотрим просто, что из этого получится. Мне интересно, чисто элемент рандома. А то вы пишите в комментариях. А, да, Таврус, теперь я точно знаю, какую концовку ты получишь. А, вот хренушки теперь. Хренушки, вы теперь определите точно, что я получил. С Алисой... Так, 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 так. Я, в принципе, думаю, что чтобы получить хорошую концовку с Алисой, надо, наверное, с ней поспорить и потом ее еще и обыграть. Но можно с ней не спорить и обыграть в финале, а можно попробовать проиграть уже в третьем раунде. Не знаю, что из этого получится. Давайте не будем спорить. То есть мы с вами проигрывали в первом раунде, во втором раунде, а в третьем раунде вряд ли представится возможность проиграть. Я не думаю, что что-то прям так конкретно изменится, но пару диалогов это тоже что-то новое. Нет, спасибо. Обучение нам совершенно не нужно. Ха-ха, смотрите. Мы не будем проигрывать больше никому. Так, знаете что? Я, пожалуй, сохранюсь, потому что я не хочу чисто случайно взять да проиграть. Поэтому я, пожалуй, сохранюсь. Ну и мы играем в турнир и пытаемся обыграть в этот раз и Ульянку. Ульяна нас будет шантажировать, вы же это все помните. Так, ты у нас забираешь десятку, а забирая у нас десятку, мне это вообще как-то, знаешь ли. Неинтересно. Зато я какую-то хочу получить более хорошую карту. Я не знаю, получится ли это. Тройка. Тройка это очень фигово на самом деле. Но есть кикер туз на всякий случай. Может нам это как-то пригодится. Так, давай, давай, давай. Короля мы вытащили, но ничего там нет хорошего на самом-то деле. Будет забавно, если мы сейчас проиграем. От Лены. Не правда ли? Ну, берем ту, которую и хотели. Тройка. Ха-ха, я все равно выиграл. Это забавно. Хотя, знал бы я, что так получится, я бы тогда не отдавал ту тройку свою. Так, Лена сейчас в диком расстройстве. Так ведь? Я победил. Так, ну и теперь мы играем с Ульянкой. И она у нас потом попросит, чтобы мы ей поддались. Так, у нас дела на самом деле просто с вами потрясающие. У нас с вами две пары есть изначально, поэтому конечно, может она у нас что-то потребовать. А, у нас правила игры немножко другие, да? Ну, хорошо. Семерка. Ну, отдаем ей семерку. Очень странные правила игры на самом-то деле. Разумеется, я выиграл. О чем речь? Сейчас Ульяна начнет возмущаться на то, что мы ее обыграли. Ну, начнет шантажировать. Вот мы сейчас с ней переигрываем, и я ей должен был как бы, по идее, поддаться. Но, нет. Просто нет. У нас с вами есть два туза. Это уже очень хорошая заявка на победу. Так, и у нас еще ничего у нас. Только два туза. Три туза? Ух ты, слушайте, я такую карту не видел. Карта это победа. Это Ульяна называет Ленин в юбке. Вероятно. Да, слушайте, три туза, это очень сурово. Конечно, победа. И сейчас у нас будут новые диалоги. Проще простого. Сказал я, и вальяжно развалился на стуле. Это, друзья, чтоб вы не сомневались, что если я захочу, я смогу победить кого угодно. Так не честно. Надеюсь, она не потребует еще одной переигровки. Почему же не честно? Усмехнулся я. Ладно. Обиженно сказала Ульяна и встала из-за стола. Я внимательно посмотрел на схему турнира, пытаясь понять, кто же мне достался в сопернике по финалу. Но, конечно, это Алиса. И у Алисы мы сейчас с вами проиграем. Просто, чтобы посмотреть, что из этого получится. А в следующий раз выиграем. В ту же секунду ко мне за стол села Алиса. Я глупо и неестественно улыбнулся. Как будто боюсь ее. Поздравляю с победой. Ты еще пожалеешь, что струсил. Хе-хе-хе. Да я уже жалею. И не о том, что струсил. Не надо было вообще участвовать в этой дурацкой игре. Ладно. Погнали. Так, ну и мы с вами теперь сохранимся. С другой стороны, мы с вами сейчас еще и в споре. А, мы не участвовали в споре. Да, поэтому проиграем. Поэтому проиграем. Я думаю, это будет все в порядке. То есть, если бы мы с вами поучаствовали в споре и проиграли, это было бы, наверное, не так интересно, как будто мы поддались на ее шантаж. А, нет, нам наоборот надо было выиграть в таком случае. Точно, точно, точно. Так, я тебе буду отдавать свои лучшие карты. А, ну, настройку. А, надо было... Все, все, все. Начало уже опять даже правила забывать. Так. Мне надо, чтобы она у нас пятерочку вытащила. Чтобы вытащила у нас пятерочку. Вот, теперь она у нас вытащит пятерочку. У нас, по крайней мере, с вами уже не будет пары. Мне пофиг, что я сейчас получу, на самом деле, но что-то такое поменьше хотелось бы. Ну, нормально. Так, теперь бы, наверное, какую-то крупную карту хочу, чтобы она получила или даму, или вальта. Она даже не выбирает другую карту после того, как я их меняю местами. Поэтому вот так вот. Мы сейчас просто проигрываем. Главное, сейчас не вытащить какую-нибудь пару. Ой, что у меня там? Шестерка. Хорошо. Я про... А, кстати, у нас с вами две пары, но у нее-то еще лучше. О, Алиса. Волосы, как у Пикачу. Ну что, посмотрим, что будет. Двачевская я проиграл. И это ой, как нехорошо. Можно только предполагать, что она завтра выкинет. Опозорит меня на линейке, если я ее, конечно, не просплю. Расскажет Ульге Дмитриевне. Просто пустит слухи по лагерю. Причем, самое страшное, что поверят наверняка ей, а не мне. Я даже не знал точно почему, но был в этом уверен на 100%. Я вышел из столовой. Спад ложиться было еще рано. Да. В принципе, можно даже пойти и пообщаться с... Кем бы вы думали, конечно же, пообщаемся с Леной. Кстати, вот сейчас и проверим, будет ли она здесь. Да, ее, наверное, здесь не будет на спортплощадке, потому что мы ее обыграли, а в прошлый раз она была на спортплощадке только потому, что она поверила в свои силы. Правильно? Посмотрим, как сейчас развернутся события. Для футбола время было позднее, поэтому ни на поле, ни на спортивной площадке никого не оказалось. Я постоял там пару минут, тщетно вслушиваясь в тишину и пошел назад. Намек такой, да, от сценариста игры? Тщетно вслушиваясь в тишину, как будто ожидал что-то услышать, но не в этот раз. Слушайте, это прикольно. Да, вариативность. Обожаю вариативность. Такие игры, на самом деле, просто на вес золота. Бесконечное лето, Ходячие мертвецы, другие игры от Telltale, Life is Strange. Но вот Бесконечное лето, здесь, конечно, визуальная новелла все-таки. Здесь разработчики имели больше возможностей для вариативности. Так, что теперь? Я уже начал и забывать, что там дальше. О, отлично. Теперь давайте-ка посмотрим, что от нас хотела Женя. Я, по-моему, даже предполагал в предыдущем прохождении, что она от нас хотела, но уже, похоже, даже начал чуточку забывать. Две недели, это вам не хухры-мухры. А раньше, напомню, мы опять же оставались и кушали с Леной. А теперь мы Лене говорим, нет, подруга, не в этот раз. Зато пообщаемся с Женей и узнаем, что она от нас хотела. Сам не знаю, почему, но я согласился. Вдруг получится узнать что-то новое. Все-таки она книжный червь. Через минуту я уже сидел напротив Жени, а передо мной на столе стоял поднос с нехитрым набором блюд. Каша овсяная, два яйца вареных, хлеб белый, четыре куска, сосиска вареная, одна штука, компот из непонятного набора фруктов и ягод, один стакан. Приятного аппетита. Спасибо. Я решил быть вежливым, а также постараться есть как можно аккуратнее, не чавкая, не роняя на себя кусочки еды и не обливаясь компотом. Как-то себя всегда-всегда напряженность с этой Женей чувствую, да? Так о чем ты хотела поговорить? Сегодня у нас в библиотеке. Дальше я не слушал, не сразу вспомнились слова Ульги Дмитриевны о намеченных на сегодня мероприятиях. Может быть с электроником что-то? Еще и лицо у нее такое. Не забудь. Помочь, по-моему, надо было в библиотеке. А, все, я вспомнил. Там надо было книжки, кажется. Что-то там пыль вытирать, да? Только мы в прошлый раз со Славей остались в библиотеке. Ой, ну да, со Славей. И потом была вот эта забавная сцена, где мы на нее рухнули. А, чего? Говорю, не забудь после обеда прийти в библиотеку. Зачем? Ну да, Семен продолжает тупить. Только на этот раз как-то раненько. Обычно у него это под последние дни все происходило. Ну, если ты не слушал ее и думал о своем, хотя бы не давай об этом знать. Ты меня вообще не слушал? Нет. Ну, хотя бы честно. Честно признался я. Боже, я не знаю. Можно еще несколько нехороших слов сказать про Семена, но мне не хочется. Мне просто прикольно. Женя сначала покраснела, потом, кажется, позеленела, а потом ее лицо приняло нежный фиолетовый оттенок. Сегодня, после обеда, в библиотеку, понял, хунта проклят? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хунта? Это еще что за матерное слово такое неведомое? Хотя, пионер же не ругается, как я мог забыть. Ах да, конечно, извини, обязательно приду. Естественно, никуда идти я не собирался, но чтобы разговорить с человеком, неплохо сначала пойти на уступки. Странный какой-то, Семен. Слушай, какой сейчас год? Что-то совсем со счета сбился. Да, Коси тоже под дурачка такого. Я решил играть в открытую. Она недоуменно посмотрела на меня и ответила. Совсем что ли крыша поехала? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Признаться, последние несколько дней есть такое подозрение. Женя ничего не ответила. Так год какой. Я мило улыбнулся. Слушайте, а вдруг правда, какая-то даже правда сможет нам открыться? Но это явно не подходящая тактика, чтобы узнавать эту правду. Слушай, может тебе в мидпункт сходить? А там мне подскажут, какой год? И не только это подскажут. Ха-ха-ха-ха. Супер. Блин, новые диалоги это просто нечто. Вот мне нравится, знаете, что сюжет игры сбалансирован. То есть, нету, допустим, особой интересности основной, только в одной из концовок. все варианты действий по-своему интересны и там довольно забавные необычные диалоги. Женя встала и направилась к выходу. Подожди, ты же не доела. Но она, похоже, даже не собиралась оборачиваться. Странно, кстати, что нету нигде календарей, да, чтобы посмотреть, какой год. По идее, должны быть. Я дожевывал сосиску, которая больше напоминала кусок витой пары. Интересно, есть у них здесь интернет? Конечно, Семен есть. Откуда? Пионер за соседним столом заметил, что я разговариваю сам с собой, покосился на меня, а я в ответ улыбнулся и помахал его рукой. Да, если так все пойдет и дальше, я не удивлюсь, если получу концовку одиночества, потому что Семен начинает сходить с ума гораздо раньше времени. Обычно это происходит позже. После такого дружелюбного приветствия он почему-то быстрыми шагами покинул столовую, даже не доев завтрак. Я бы тоже Семена испугался после всего этого. Будет еще поехавшись с Шурика, пожалуй. С едой покончено. Самое время отправиться на поиски разгадок. Через некоторое время дорога вывела меня к медпункту. Там мне уж точно делать нечего. Хоть медсестра и показалась мне весьма доброжелательной, лучше держаться от нее подальше. Такая доброжелательность скорее пугает. Но это мы с вами все, конечно же, читали. На всякий случай давайте еще с вами сохранимся. Я даже не буду, наверное, перезагружаться, потому что у нас с вами путь рандома, друзья. Ага, Лена. Окей. Из-за спины медсестры выглянула Лена. Ага, 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 ага. Лекарства. Так, наверное, все-таки может быть, я и получу плохую концовку Лены. А может быть, и не получу. Ну давайте-ка попробуем, допустим, в этот раз не помочь. Давайте попробуем, почему нет. Знаете, меня Ольга Дмитриевна попросила вечером ей помочь. Может, врать и не стоило, но надо было сначала думать, а потом говорить. Ну, я подумал. Да, и чем это ты собрался ей помогать? Дело принимало неприятный для меня оборот, но я решил идти до конца. У нее в домике в домике в домике уборку сделать, вещи разобрать и все такое. Вы же знаете, какой у нее там бардак. Небось, и шкафчик свой попросила разобрать. Медсестра посмотрела на меня так, что фиаско Наполеона при Ватерло показалось мне всего лишь досадное неприятности по сравнению с моим нынешним поражением. Слушайте, а помните, там был какой-то ящичек в шкафу, когда мы, кажется, плавки искали, да? Ольга Дмитриевна что-то скрывает и за два прохождения мы так и не смогли понять, что. Может быть, сейчас сможем? Я уже было собрался что-то ответить, но она продолжила. Ладно уж, пионер, без тебя разберемся. Ты извини, просто понимаешь, сказал я, посмотрев на Лену. она стояла все так же уставившись куда-то себе под ноги и краснела, краснела все больше. Как-то мне неловко себя вести с Леной, понимаете? Просто неловко, у меня рука, у меня палец не поднимается и не опускается нажать кнопку, чтобы что-то сделать не так. Ну что ж, поделаешь. Хорошую концовку мы с ней получили, это уже что-то. И сцены были, конечно, крутые. Да ничего, я сама. Ну, ладно тогда. Воцарилось неловкое молчание. Хотелось сквозь землю провалиться из-за неудавшегося вранья, из-за того, что наверняка обидел Лену. Ну, пока тогда. Пока. медсестра все так же ехидно улыбалась. Я развернулся и быстро направился прочь от медпункта. Хотя мне безумно хотелось перейти на бег, здравый смысл подсказывал, что стоит идти обычным шагом. Немного прийти в себя я смог только на площади. И что дальше? А дальше играет на сцене Алиса, но мы идем искать ответы. И пусть тебе играет, мне сейчас не до этого. И все повторяется. Все так, что и было. А, а вот это уже интересно. Мы помогли спортивному клубу. А в чем Славе-то помочь? Я уже забыл, это же не в плане библиотеки мне интересно. Давайте поможем ребятам в постройке гигантских роботов. Славе будем помогать уже, когда будем получать концовки Славе. То есть, в принципе, не так-то и сложно мне без подсказок будет получить, наверное, и плохую концовку Лены, и хорошую концовку Алисы. Потому что эти две девочки между собой всегда были связаны, и вот в обеих прохождениях мы с вами видели все практически сцены, весь выбор, который был нам доступен. Но, если думать о том, как получать концовки Славе и Ульяны, возможно, здесь без подсказок и не обойдется, потому что мы никогда им особого внимания не уделяли. И вот это кардинально новое, о чем я и говорил. Придется с этим разбираться. Так, ну а пока мы пойдем поможем ребятам в постройке гигантских роботов. Может быть, лучше узнаем электроникой Шурика. Не знаю, зачем мне это нужно, потому что я их даже не очень-то и хочу лучше узнавать, но может быть, не таких уж и гигантских. Конечно, решился я не сразу. Действительно, какой смысл лишний раз пересекаться со странноватыми любителями научной фантастики, периода начала середины двадцатого века. Но вдруг от них получится что-то узнать. Можно хотя бы попробовать. Стоя на пороге клуба, я несколько замялся, но, отбросив в сторону сомнения, открыл дверь и вошел внутрь. Электроник и Шурик согнулись над столом и что-то пристально рассматривали. Привет, кибернетики. Как жизнь? Так, давайте на этом, наверное, первую серию третьего Наруто закончим. Я, по крайней мере, надеюсь, что это третий рут, а мы с вами не получим те концовки, которые уже получали. Но думаю, что не получим, потому что мы не Лене, не Алисе внимания особого не уделяем. Посмотрим, посмотрим. Вот такой вот будет у нас с вами рут хаоса, друзья. Оставайтесь на Лене и нас ждет еще много интересного. Вот так вот. Вот так вот.